Друзья, всем привет! Вы на канале Фотограф Германии. С вами Михаил Барон. И в этом видео мы с вами поговорим, сколько же стоит жизнь в Германии, ну и хватает ли нам социала. Итак, давайте обо всем подробнее. Поехали! Конечно, однозначно сказать, сколько стоит жизнь в Германии невозможно. Только потому, что как в Германии, так и в любой другой стране у каждого человека свои потребности. Кто-то потребляет больше, кто-то меньше. Кто к чему привык. Кому-то хватает небольшой квартиры, кому-то нужен большой дом, кто-то ездит на новые машины, кто-то предпочитает машину попроще, подешевле, кто-то питается прям на широкую ногу, кто-то старается экономить. И эти разбеги достаточно-достаточно большие. Поэтому я не претендую в данном видео на какую-то стопроцентную достоверность. Просто поделюсь тем, в каких условиях сейчас живем мы. То есть спустя полгода после переезда я уже могу с вами поделиться и ценами на недвижимость, расходами на машину, еще какими-то вещами, на что мы тратим, сколько мы тратим на еду. И эти цифры уже вы можете, исходя из того, что я вам расскажу, можете интерполировать на свою жизнь, примерно пересчитать, ну и хотя бы примерно представить. Также стоимость жизни очень сильно зависит от региона, в котором вы будете жить. Потому что есть земли более дорогие, есть земли более дешевые. И тут тоже нужно понимать, что есть отличия. Но оно, будем говорить, не кардинальное. Ну то есть если мы будем сравнивать сейчас со странами СНГ, то общая картинка по Германии будет плюс-минус такая же, как общая картинка по странам СНГ. Ну я думаю, вы сами понимаете, если берем Казахстан, то стоимость жизни в столице и стоимость жизни в Караганде будет отличаться. Так же, как и в России, стоимость жизни в Москве от стоимости жизни где-то в регионе тоже будет отличаться. Так же и в Германии, как бы, есть города побогаче, подороже, где все стоит дороже. Есть регионы попроще, там где все подешевле. Вот, я буду приводить пример нашего региона. Я живу в Баварии, в районе города Регенсбург. И буду говорить о тех ценах, которые я вижу сам. И, в общем-то, о тех ценах, за которые мы покупаем продукты и так далее. Мы с женой живем вдвоем, детей у нас пока нет. Поэтому, опять же, все расчеты я буду приводить, исходя из наших текущих расходов. Потому что мне даже очень сложно предполагать, какие расходы будут реальны на детей. Насколько они равны расходам на взрослого, или они меньше в чем-то, или в чем-то больше. Кстати, если у вас есть какие-то соображения на этот счет, напишите в комментариях. Интересно будет почитать, чтобы я мог представлять на будущее, что меня ждет. Первое, с чем мы начнем, это стоимость аренды жилья. Я думаю, ни для кого не секрет, что жилье в Германии стоит достаточно дорого. И аренда тоже стоит немалых денег. Могу рассказать на своем примере. Вот ту квартиру, которую мы арендуем, мы арендуем участника. То есть ее также мог арендовать кто-то другой. То есть это не какое-то социальное жилье. У нас 58 квадратов, и мы за него платим холодную аренду 430 евро. При этом наша квартира находится в небольшом городке на 10 тысяч жителей в 30 километрах от города Регенсбург. То есть расстояние от крупных городов тоже имеет значение. Чем дальше от крупного города, тем жилье будет дешевле. В среднем по Германии вот такая квартира, двухкомнатная, 60 квадратов, стоит где-то примерно от 300 до 800 евро в месяц. В зависимости от региона очень сильно прыгает цена. Если вам нужна квартира побольше, соответственно, она будет стоить чуть дороже. Теперь давайте пройдемся по коммуналке. За электричеством мы платим отдельно, и нам в данный момент приходит счет в размере 80 евро в месяц. Это такой средний показатель на двоих человек. Вот мы платим такую среднестатистическую норму. Я уже посчитал за последние три месяца проживания здесь, что у нас на электричество фактически, посмотрел, сколько у нас на счетчики, перемножил это все на стоимость электричества, у нас выходит, мы так, более экономно, наверное, пользуемся, ну и у нас везде энергосберегающие лампочки висят, мы тратим где-то на электричество около 50 евро. На данный момент идет переплата, и в конце года должны сделать перерасчет и вернуть нам разницу, если мы не начнем пользоваться электричеством активнее. Вода обходится где-то от 30 до 50 евро в месяц, отопление где-то от 50 до 100 евро в месяц, смотря как топить. То есть все расчеты по коммуналке я вам говорю за двоих взрослых человек. 30 евро платим мы за интернет, наш стационарный домашний, который мы отдельно провели, может было провести дешевле, но я выбрал вариант, чтобы он был достаточно скоростной, поэтому такая цена. Ну и на телефонах у нас установленные симки, не самые дешевые, потому что мы активно пользуемся интернетом, мы платим по 20 евро за каждую симку, еще и за мобильную связь. В итоге, в зависимости от того, как вы будете расходовать воду, электричество, отопление и так далее, расходы в среднем вот за двухкомнатную квартиру 60 квадратов на двоих взрослых людей обходятся где-то в районе 200 евро. У нас где-то выходит в эту сумму. Но если пользоваться чуть побольше и не сильно экономить, я думаю, что эта сумма вырастет даже до 300. Но я пока буду рассчитывать 200 евро, так как у нас есть. Третья основная обязательная часть, без которой вы никак не сможете прожить в Германии, это продукты. И в среднем у нас на продукты уходит около 300 евро в месяц. Это учитывая то, что мы получаем тафель, где дают, в принципе, сносные продукты, хорошие. Зачастую дают то, что еще не закончилось срок годности, но он близок к окончанию. В принципе, если где-то что-то попадается не очень качественно, мы выкидываем, но большую часть как бы составляют какие-то овощи, фрукты, еще что-то, то, что, в принципе, нормально можно есть. Если бы мы тафель не получали, то у нас, наверное, на продукты уходило бы 400-500 евро в месяц. Это учитывая то, что мы едим нормально, ни в чем особо себе не отказывая. Да, мы не едим какие-то суперделикатесы, но при этом мы едим мясо, рыбу, фрукты, овощи. Все, что нужно, не особо ограничивая себя в ассортименте. При этом мы не ходим куда-то в кафе, только по большим праздникам каким-то, а так готовим все дома. Очень интересно узнать, сколько вы тратите на продукты. Неважно, где вы находитесь, в Казахстане, России или в Германии, напишите в комментариях, сколько у вас человек, взрослых детей, и сколько у вас примерно уходит денег на продукты в месяц. Интересно будет сравнить. Ну вот, пожалуй, это три основных пункта, без которых вы не сможете жить в Германии. То есть вам в любом случае нужно оплачивать жилье, оплачивать коммуналку, оплачивать продукты. Все, что сверх, зависит очень сильно от того, на что вы собираетесь тратить, как много и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, я думаю, каждый согласится, что вот это три минимальных пункта, без которых, ну, никак. Давайте на этом этапе посчитаем. Мы получаем пособие, ни для кого не секрет, при двух взрослых людях пособие составляет 404 евро на человека, то есть у нас двоих, это 808 евро. Ну, для ровного счета буду брать 800, потому что там около 6 евро шпаркасса забирает комиссии ежемесячно. Вот, поэтому будем считать 800 евро. Значит, 40 евро у нас джип-центр снимает за кауцион. То есть за кауцион, за квартиру джип-центр оплатил, и каждый месяц у нас вычитывает по 40 евро. Потом, когда мы полностью, по сути, выплатим, когда будем съезжать с этой квартиры, нам хозяин кауциона даст наличкой наш, все будет хорошо. Вот, поэтому у нас ежемесячно по 40 евро джип-центр снимает. Дальше за квартиру мы не платим, за квартиру также платит джип-центр. Так, мы находили квартиру специально по нормам. Полностью оплату квартиры перенял джип-центр. И, по сути, он ее платит, эту сумму, сверху помимо нашего пособия. И он ее оплачивает напрямую арендодателю. Также джип-центр покрывает расходы по отоплению и воде. То есть у нас это идет из расчета 80 евро на двоих. То есть эту сумму покрывает джип-центр. Все, что сверху мы слишком много будем использовать, мы должны будем оплачивать сами. Вот, ну, исходя из наших расчетов, я вам сказал, что на коммуналку у меня уходит 200 евро в общем, 80 покрывает джип-центр, 120 платим мы. То есть за электричество и интернет, по сути. И 300 евро нам обходятся продукты. Теперь давайте посчитаем. Берем наши 800 евро, отнимаем 40 евро кауциона, отнимаем 120 евро электричества и интернет и отнимаем 300 евро на продукты. Получается в остатке у нас 340 евро на все остальные расходы. Дальше обязательно нужно учитывать расходы на машину, потому что стоимость обслуживания машины в Германии достаточно высокая. Только страховка нам обходится в 90 евро, плюс на бензин мы тратим в среднем где-то около 200 евро в месяц. Это учитывая то, что мы каждый день 60-70 километров проезжаем на учебу и назад. Поэтому общая сумма расходов на машину у нас где-то около 290 евро в месяц. То есть сумма расходов на машину достаточно высокая, но у нас облегчение в том, что школа, если живешь далеко от школы, то школа выплачивает транспортные расходы. И учитывая, что у нас такое приличное расстояние, школа нам платит на бензин, на дорогу по 146 евро на человека. То есть в общем мы получаем от школы еще 292 евро на дорогу. Такие дорожные расходы. И вот они у нас как раз покрывают стоимость бензина плюс страховку. Так получилось, что сумма прям идеально подходит. И по факту мы на машину из нашего пособия не тратимся. Помимо этого, находясь на пособии, у вас есть возможность зарабатывать деньги. Но эта сумма очень небольшая, так чтобы не слететь с пособия. В общем я с этим тоже долго разбирался. Как это все считается, как они будут пересчитывать, что отнимают, что не отнимают. Вот этим хочу с вами сейчас поделиться. Значит смотрите, ситуация такая. Безболезненно вы можете заработать 100 евро в месяц. То есть это сумму, которую у вас же центр забирать не будет, никак трогать не будет, ничего вычитать не будет. Эту сумму можете заработать, работая несколько часов в месяц. То есть учитывая минимальную оплату, где-то так, чтобы вы работали не больше 10 часов в месяц, вы тогда заработаете эту сумму на какой-то минимально оплачиваемой работе. Либо вы можете также вести YouTube канал. Если официально все оформляете, то доходы до 100 евро тоже как бы они считать не будут. Все, что вы зарабатываете выше 100 евро, уже джоп-центр начинает высчитывать. Но высчитывает не в полном объеме, а вот по такой формуле. То есть все, что вы заработали выше 100 евро, 20% остается вам. Все, что выше 20%, то есть 80% от оставшейся суммы, джоп-центр снимет с вашего пособия. То есть, по сути, если вы устраиваетесь куда-то на мини-джоп с оплатой в 450 евро в месяц, то те деньги, которые останутся вам, это будет всего 170 евро. А остальную сумму, да, вы вроде как сначала получите, но потом у вас джоп-центр все это высчитает из пособия, оставшаяся сумма. В общем, вы можете смело рассчитывать вот на те 100 плюс 70 евро, то есть в итоге получается 170 евро дохода к вашему пособию. То есть все, что вы заработаете больше, у вас там перерасчет сделают и просто уменьшат пособие на ту сумму. Поэтому в чистом виде можем считать, что у вас плюс 170 евро. Надеюсь, понятно объясню. В итоге на пособие особо не разгонишься. Я, честно говоря, с трудом себе представляю, как люди живут на пособие годами. Ну, на жизнь хватает, но куда-то дальше ты уже ничего не сделаешь. То есть на эти деньги невозможно как-то хорошо жить. В каком плане хорошо жить? Ходить куда-то по ресторанам на это денег не хватает. Ездить, путешествовать, отдыхать тоже особо далеко не уедешь. Понятно, что там по соседней городке съездить можно, это не так дорого, но куда-то далеко за границу ты уже точно не поедешь. Ну и купить какие-то себе хорошие вещи, технику, еще что-то очень-очень сложное. Смогли бы вы жить на такое пособие или нет, не знаю. Напишите свое мнение в комментариях. Очень интересно будет почитать. Но у меня, честно говоря, огромное желание побыстрее способия уйти. И вот тут важно вам объяснить, как происходит процесс ухода способия. На эту тему тоже очень мало информации. Я этот этап еще не прошел, но вот пока что поизучал. То, что знаю, с вами поделюсь. Если у вас есть какая-то другая информация, как это происходит, напишите в комментариях, будет очень любопытно почитать. Как это происходит обычно? Вы находите работу, вас при этом не лишают пособия в тот момент, когда вы нашли работу. То есть вы спокойно отрабатываете первый месяц, получаете фактическую зарплату, то есть тот момент, когда вы уже можете на нее жить. После этого вы сообщаете в джоп-центр и вас снимают с пособия. Делают там какой-то перерасчет. Вот как они его делают в этом случае, я, честно говоря, так и не разобрался. То есть если вот так вот детально посмотреть, допустим, вот наступает какой-нибудь месяц, май, вы вышли на работу с 1 мая, пособие вам платится вперед. То есть 30 числа, 30 апреля вам заплатят пособие за следующий месяц. И вы отрабатываете месяц и свою зарплату получите в конце мая либо в начале июня. Вот как в таком случае будет считать джоп-центр? То есть с какого момента убирается пособие, если его достаточно? Мы сейчас говорим о таком варианте. Сейчас о суммах я еще назову. Но, допустим, вот вы получили зарплату и делаете перерасчет, и вам нужно вернуть эти деньги за май или со следующего месяца убирается пособие. Вот мне очень интересен момент. Если знаете, напишите в комментариях. В нашем случае все считается немножко по-другому, так как у меня открыто ИП. В начале, после открытия ИП, я уведомил джоп-центр о том, что открыл ИП. Мне прислали документ, где нужно отправить предварительные расчеты. То есть я написал, сколько предварительно я предполагаю зарабатывать. В данном случае я указывал, что у меня за каждый месяц будет 100 евро. Какую сумму вы там укажете, влияет только на перерасчет. То есть вот эти 100 евро не трогают, а все, что вы напишете больше, предполагаемый ваш заработок, его высчитают из пособия сразу. То есть если бы я сразу написал 200-300 евро, допустим, 200 евро в месяц, то мое пособие сразу бы уменьшили на 100 евро. Я написал 100 евро, но по факту это на момент написания ни на что не влияет. То есть я не ограничен ничем. И спустя полгода мне пришлют повторно такой же документ, который мне нужно будет заполнить уже не предполагаемыми цифрами, а фактическими цифрами, сколько я заработал. И вот после этого сделается перерасчет. Просто вначале лучше писать какие-то адекватные цифры, чтобы вам не нужно было деньги туда-сюда гонять. Так как я понимал, что у меня сейчас вначале и учеба идет, и зима, и у меня тут много заказов не будет. Я поэтому указал минимальные цифры. И сейчас по истечению 6 месяцев напишу уже фактически реальный, сколько удалось заработать. И после этого мне сделают перерасчет. И вот после этого перерасчет. Если суммы денег, которые я уже зарабатываю, достаточно для того, чтобы я жил, то меня уберут с пособия. Если эта сумма будет недостаточная, то пособия мне дальше продолжат выплачивать. Я заполню такую же бумагу на следующие полгода. Там я уже планирую. Я думаю, что у меня сейчас сумма точно не окупит все мои расходы. И мне, скорее всего, продлят пособия на следующие полгода. Но при этом там я уже напишу планируемый заработок значительно выше, чтобы у меня пособие было минимальное-минимальное. чтобы мне не нужно было его потом возвращать. Сильно много денег. То есть там я уже планирую, что буду жить на свои деньги спокойно. Но при этом очень удобно в том плане, что так как я не знаю, как пойдет работа, так же и в вашем случае может быть, вас никто не бросает на произвол судьбы, что вот вас лишили пособия, живите непонятно на что. Вы можете жить на те деньги, которые выплачивают. Но если вы заработаете уже, у вас получится перейти на... увеличить оборот. увеличить прибыль так, чтобы вы зарабатывали приличные деньги. Вы просто, по сути, те деньги, которые будете получать, вы их не будете тратить, вы их будете откладывать просто себе на карточку. А в конце концов, делаю перерасчет, вы эти деньги просто назад в джип-центру вернете и все. То есть в этом прям огромный плюс, что вы можете попробовать, если у вас получится, окей. Если не получится, мне так в джип-центре сказали, что я когда спрашивал, можно ли открыть ИП. Они говорят, окей, без проблем. Ваши желания. Можете попробовать. Если у вас получится, то вот как бы потом мы это все уберем. Если у вас не получится, то после окончания курсов мы уже будем предлагать вам варианты поиска работы и так далее. И говорю, окей, хорошо, мне этот вариант вполне устраивает. То есть сейчас у меня есть время на раскачку, чтобы все подготовить, начать искать клиентов, еще что-то. А после окончания курсов я уже должен буду показать результат, что я и планирую сделать. Если так получится, что все будет печально, то мне начнут предлагать какие-то работы, либо я пойду учиться на кого-то и так далее. Но это будем решать после. Что сейчас загадывать? Также очень часто спрашивают, какую сумму нужно заработать, чтобы вас сняли с пособия. Но насколько я понимаю схему, эта сумма равна прожиточному минимуму такому. То есть, грубо говоря, нам платится пособие 800, плюс квартира с коммуналкой 500 евро. То есть все вместе 1300 евро. И по факту, я так понимаю, что я должен заработать эту сумму чистыми. Учитывая налоговую систему в Германии и минимальную оплату труда, то есть минимальная оплата труда на данный момент, если выходить на полный рабочий день, где-то 1620, по-моему, если не ошибаюсь, евро в месяц. Минус все платежи. Потом отдельно будет видео на тему, как все это считается. Ну, забегая вперед, скажу, что там выходит как раз где-то 1300 евро чистого дохода. И вот, получается, если выйти на полный рабочий день, на самую простую работу, то этой суммы будет достаточно для того, чтобы покрыть расходы. И, в принципе, после этого должны смело снять полностью социалы. Я так понимаю. Если у вас есть подобный опыт, либо какая-то история, еще что-то расскажите. Прям очень интересно, как это происходит. В итоге получается такая ситуация, с которой сейчас государство думает, что делать. Ситуация вот в чем. То есть, сейчас вы, допустим, приехали, живете на пособие, вы ничего не зарабатываете. И живете на эти деньги. Если вы начинаете, выходите на работу, на минимальную оплату труда, 1620 евро, то вы, получается, каждый день должны ходить на работу, работать, но при этом вы будете жить на те же деньги, которые вам платило до этого государства. Вот. Поэтому очень многие уходят от этого и стараются как-то избегать работы, чтобы продолжать сидеть на шее у государства и не работать. Но, на мой взгляд, это схема для бездельников совсем. Единственный нюанс тут, пока вы ходите на занятия, допустим, как мы сейчас, на языковые курсы, в принципе, у вас не будет возможности пойти на полноценную работу. То есть, вам очень желательно закончить эти курсы, а после этого уже искать работу. Либо уже дальше учиться, либо повышать знания, идти на B2 и так далее, и так далее, и так далее. Не суть. Суть в том, что вы не сможете совмещать полный рабочий день вместе с обучением. Поэтому, на мой взгляд, адекватный вариант закончить обучение, либо потом уже получать профессию и так далее. Об этом я сейчас не буду. Потом, я думаю, кого-нибудь возьмем на эту тему интервью. Закончить обучение, после этого выйти на полноценную работу, и уже вы можете уйти социала. В итоге, в моем случае получается, что если я выйду на работу, даже на минимальную оплату труда, то у меня, получается, сумма будет достаточно для того, чтобы покрывать все расходы. Если бы мы жили в каком-то большом городе, там стоимость аренды покрывается выше, и я так понимаю, что в том случае недостаточно даже, выходя на полный рабочий день, чтобы вас полностью перекрыла сумма. И там, скорее всего, вам будет что-то доплачивать. Как это происходит, если, допустим, даже один человек вышел на работу с супругом, я вот, честно говоря, тоже до сих пор не разобрался. Очень мало информации на эту тему. Мало кто вот этими подробностями делится, к сожалению, очень сложно разобраться. Поэтому, если вы знаете, пишите в комментариях. Но я так понимаю, что вот эта сумма пособия, она общая на двоих. Если один человек полностью может обеспечить, то пособие откажутся. Единственное, мне вот тут непонятно, а как же пособие по безработице? И вот как его тогда начисляют? Допустим, если один человек, я, допустим, вышел на работу, жена еще не вышла на работу, то что будет происходить? Ей будут продолжать платить какую-то сумму, и если да, то какую. Или не будут. Или ей нужно переоформить, уберут с этого пособия, а ей нужно подать на пособие по безработице. Вот этот нюанс, как вот эта схема работает, мне не совсем понятно. Если в курсе, пишите в комментариях, почитаем. Вот. Но речь не об этом. Допустим, после того, как вы закончили курсы, вы идете работать вдвоем. И тут самое интересное, если вы вдвоем выходите на работу, на полноценную, на самую простую, то есть понятно, что дальше вы там, если найти работу по специальности, подороже, побольше, там с большей оплатой труда, все окей. Я сейчас хочу посчитать элементарно самую простую. Может быть, вы любую какую-то работу найдете. С минимальной оплатой труда 1620 евро в месяц, минус все расходы выходят где-то 1300 евро. В итоге, выйдя вдвоем на работу, даже на минимальную, получится, что у вас общая сумма чистыми 1300 на одного, на двоих 2600, ну там чуть-чуть налоги выше, туда-сюда, давайте грубо посчитаем, 2500 евро в месяц. Это вот, если вы вышли на минимальную зарплату, вдвоем на работу, вы на эти деньги уже можете жить. В принципе, прожить на эти деньги вполне реально. Вот вполне реально, даже если вы выйдете куда-то там, не знаю, на склад, подрабатывать, что-то убирать, уборщиться, еще кем-то, не важно. То есть, на эти деньги уже можно жить. Пойдете на какую-то более высокооплачиваемую работу, окей, будет зарабатывать больше, у вас будет больше оставаться свободных денег. Конечно, на широкую ногу особо не разживешься на эти деньги, но, как вы видите, если вот так вдвоем работать, то сумма денег получится гораздо больше, чем просто сидеть на социале. Да, нужно работать, на социале ты не работаешь, но, тем не менее, мне кажется, что любой адекватный человек хочет жить лучше, и, соответственно, вот так пойти, работая вдвоем, вы будете получать уже, по сути, в два раза больше денег, чем живя на социале. И этих денег будет вполне достаточно для того, чтобы оплатить квартиру, оплатить коммуналку, хватит на питание, на одежду, на какие-то бытовые расходы, даже отдыхать. Денег, в принципе, будет хватать. Кстати, интересный лайфхак, если выходить куда-то в ночные смены, либо работать где-то дополнительно в выходные, хотя, вы все вроде знаете, что в выходные тут никто не работает, но кто-то же работает, какая-то сфера развлечений, кафешки, рестораны работают, кто-то в них работает в выходные дни. Вот, единственное, там по-другому немножко вся система оплаты, это не очень выгодно, насколько я знаю, предпринимателям, но это выгодно вам как работнику, то есть, у меня просто знакомый, он занимается доставкой газет, развозкой, по-моему, в общем, он работает по ночам, он не работает днем, у него вся доставка идет с двух ночи до шести утра, и за счет того, что он работает только по ночам, у него там повышенная ставка, он зарабатывает по сути за это время почти столько же, как зарабатывал бы за целый день работы. Какой, мне кажется, правильно сделать вывод? То есть, переехав в Германию, устроившись на какую-то даже неквалифицированную работу, вы будете получать денег достаточно для жизни, и я так полагаю, что у вас свободных денег будет оставаться даже больше, чем оставалось до переезда, ну, если у вас не какая-то супер-купер-профессия, если вы до этого работали на какой-то небольшой профессии, и здесь будете так же работать, то у вас денег будет оставаться даже больше. Это без подтверждения дипломов. А если вы подтвердите дипломы, у вас какая-то хорошо оплачиваемая профессия, я думаю, что при должном знании языка вы сможете зарабатывать больше. На данный момент средняя зарплата в Германии составляет где-то около 4 700 евро. Да, это кто-то сейчас начнет писать в комментариях, что где-то видел такие средние зарплаты, еще что-то. Я думаю, каждый из вас знает, как считается, средняя зарплата. То есть, это не средняя зарплата среди переехавших людей недавно и так далее. Это средняя зарплата по стране. Да, нужно сильно постараться для того, чтобы переехав в Германию, выучить язык, подтвердить свой диплом, либо пройти какое-то обучение. Это, я думаю, мы на эту тему еще не раз поговорим. Но цель готовая, то есть, я вот сейчас вам рассказал в этом ролике от того, как вы переехали, на какие деньги вы будете жить, до того, до какой цели можно добраться. Да, если у вас там крутая профессия, может, вы сможете и больше зарабатывать, но я думаю, что даже если вы дотянете до средней статистической зарплаты, то уже будет очень круто. Глядя на эти цифры, кто-то может скажет, что да, сумма высокая, но и стоимость жизни в Германии значительно дороже. Мы уже с вами обсудили цены и жилье, и питание, и так далее, куча расходов, и они, естественно, выше, чем в странах СНГ. И тут кроется большая ошибка. То есть, очень часто сравнивая цены, люди, живущие в странах СНГ, сравнивают цены у себя с ценами в Германию напрямую. Но при этом никто не учитывает, сколько зарабатывают в Германии и сколько зарабатывают у себя. Вот, на мой взгляд, такой подход совершенно неправильный, поэтому в следующем ролике я хочу вам сделать видео, где попытаться сравнить, сколько можно купить тех или иных продуктов, тех или иных вещей в Германии на среднюю зарплату и на среднюю зарплату, я буду говорить, в Казахстане, ну и в России, посчитаем, я думаю. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, не пропустите следующий ролик, думаю, будет интересно. С вами был Михаил Барон, спасибо, что смотрите, свое мнение о данном видео и все свои мысли пишите, как обычно, в комментариях. И до встречи в следующем ролике. Всем пока.